Добрый день! В эфире 12 канала «Час новостей» в студии Регина Абузарова. И вот главное в этом выпуске. Покидают свои дома, берут только самое необходимое. В поселке Затон эвакуация. Насколько сейчас критичен уровень воды Вертыше? Повреждения в земле ищут с высоты. Потери на теплосетях проверяют с помощью квадрокоптера. Насколько эффективна новая методика? За вклад в победу каждый ветеран Великой Отечественной получит внушительную сумму к празднику. Угнал авто и въехал в жилой дом. Хотел музыку послушать, тик включила. Она так поехала, ба-бам. Подробности ДТП в Старом Кировске. Один из главных предвестников лета. Стало известно, когда запустят фонтаны. В поселке Затон эвакуировали людей. Резко поднялся уровень воды Вертыше. Шести жителям пришлось покинуть свои дома из-за угрозы затопления. Об этом сообщили в региональном МЧС. Большая часть из них отправилась к родственникам. Один пенсионер принял решение остаться в пункте временного размещения. Но сегодня утром уровень воды начал снижаться и сейчас составляет 570 сантиметров, что не является критическим показателем. Поэтому все эвакуированные люди вскоре вернутся в свои дома. Напомню, что Затон топит каждый год. Поэтому с началом ледохода тут круглосуточно дежурят спасатели. Оперативная группа из 15 человек заранее прибыла в Черлакский район. Наблюдения ведут с помощью беспилотников. Возможные заторы льда будут ликвидировать, чтобы исключить масштабное подтопление. А сейчас о важном решении правительства. В преддверии Дня Победы по распоряжению губернатора Виталия Хаценко всем ветеранам Великой Отечественной войны выплатят единовременно по 250 тысяч рублей. Деньги получат 79 человек, а непосредственным участникам и инвалидам войны вручат еще и памятный подарок. Отмечу, что для ветеранов в нашем регионе действует ряд льгот. Так, с 3 по 12 мая им предоставляется бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, а также в автобусах пригородного сообщения по территории региона. А для проведения диспансерных осмотров и оказания медицинской помощи ветеранам и инвалидам войны на дому организована работа 66 мобильных медицинских бригад. Ищут потери с воздуха. Проблемные участки теплосетей начали выявлять с помощью беспилотников. Омские ресурсоснабжающие компании, используя тепловизор, проверяют коммуникации. Такая технология уже проверена в действии. На первом пробном полете удалось выявить затопление тепловых камер, рассказали специалисты. Таким образом, у коммунальщиков появилась возможность своевременно ремонтировать сети. Квадрокоптеры будут запускать ночью или до рассвета, чтобы на экране тепловизора не было ложных аномальных пятен. Теперь в планах у ресурсников провести масштабную проверку. А это в общей сложности 20 тепловых магистралей протяженностью более 270 километров. Этой ночью спокойно поспать жители частного дома на улице 22 декабря не смогли. И в стену въехал автомобиль. Хотел музыку послушать, чик включила. Она как поехала. Ба-бам. Говорит Амич, хоть и безобидно, однако действовал умышленно. Автомобиль угнал. На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Дними было установлено, за рулем находился предположительно нетрезвый мужчина без водительских прав. Ключи от зажигания взял на шиномонтажке, вблизи которой работал. Теперь злоумышленнику предстоит выплатить владельцу машины 150 тысяч рублей. Такова сумма материального ущерба. Сейчас мужчину арестовали на 10 суток. По данным оперативников, ранее он уже имел проблемы с законом. И был неоднократно судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. За бесчеловечное отношение к животным лишился работы. Полицейские нашли мужчину, который выкинул трупы животных возле мусорных контейнеров. 12 канал рассказывал об этой ужасной истории. Местные жители обнаружили страшную находку около дома по улице Герцена. В результате проверки стало известно, что пакеты выбросил сотрудник ветеринарной клиники. Прокуратура внесла руководителя учреждения представление, а виновного уволили. Также организация должна заплатить штраф. В Омск съедутся владельцы передовых сельхозпредприятий из регионов России. Они станут участниками традиционной выставки-ярмарки «Агро-Омск-2024». В этом году она состоится в конце июля и продлится неделю. Помимо развлекательных мероприятий для мячей, предусмотрена деловая программа. Аграрии обвиняются опытом и передовыми разработками в техническом и технологическом обеспечении сельского хозяйства. Выставку машин и спецтехники организуют по традиции в парке на Королёво. Здесь же будет представлена продукция омских фермеров. Дачники и владельцы подсобных хозяйств смогут также познакомиться с ноу-хау крупных аграрьев. Ожидается, что участие специалистов из других регионов даст новый импульс для развития отрасли. Уже научились заменять выпадающие моменты с импорта. И важно продолжить это направление, чтобы наши аграрии не чувствовали вот этих санкций, которые сегодня у нас есть, да, и производство динамично развивалось. Их работа – определять будущее и развитие региона, направлять исполнительную власть и делать все, чтобы жизнь мячей становилась комфортнее. Депутаты законодательного собрания сегодня принимают поздравления и награды от губернатора Виталия Хаценко. 30 лет назад, в апреле 1994 года, состоялось первое заседание регионального парламента. Каждому из семи созывов выпало свое время и свои сложности. Но и тогда, в непростых 90-х и сейчас по-прежнему необходимо принимать взвешенные эффективные решения по самым различным вопросам. От частных, которые поступают от избирателей, до тех, что касается развития всей Омской области. За 30 лет принято более 2600 законов, которые изменили жизнь региона и амичей, а некоторые и всей страны. Будут вам вручены это, конечно, все-таки семь созывов. Это 30 лет, это большой срок. Но то, что всегда были споры, всегда было многофрансифракционность, многопартийность в нашем парламенте. Но самое главное, всегда находили общий язык в конце и принимали решения. Это дорогого стоит. Я вам точно могу сказать, что ни в одном парламенте, где я работал, Ставропольский историю посмотреть, Ямальский, Донецкий, но там вообще другое государство было. И даже в новой истории такого согласия в конце можно спорить, можно рассуждать, можно не соглашаться. Но решение парламент всегда принимал. Каждый закон, вы знаете, несмотря на то, что он может быть и не громкий, но он может быть какие-то регулирует очень важные процессы в нашей жизни. Поэтому, если говорить о системе становления местного самоуправления, то в принципе все этапы становления, и это не заканчивается, это продолжается. Это постоянная реформа, постоянное движение вперед. Патриотические игры и полевые сборы. В регионе стартовал марафон «За мир, за Россию, за будущее». Фестиваль открылся со студенческих дебатов в центре дискуссии «Приоритеты государства». Учащиеся вузов и техникумов представили свою точку зрения на ряд важных вопросов. В работе им помогали герои Советского Союза и ветераны боевых действий. Вероприятие приурочено к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Завершится марафон 9 мая традиционной акцией «Звезда героя» и торжественным награждением победителей. Фестиваль организован в рамках федерального нацпроекта образования, который инициировал президент Владимир Путин. «Они объединяют молодежь. То есть молодежь знакомится друг с другом, понимает, что она не одна. И когда это все проходит под эгидой военно-патриотических различных структур нашего региона, ветеранских организаций, то есть молодые люди, молодежь наша может непосредственно с ними соприкоснуться, пообщаться, узнать что-то новое для себя, выбрать свой дальнейший жизненный путь». История о пятилапых щенках из Омска покорила интернет-пользователей по всей стране. Уникальным собратьям по несчастью ищут хозяев. Сразу две собаки с очень редкой патологией оказались в муниципальном приюте. «Снежок» и «Пулька» так назвали животных брат и сестрам. Как спасали хвостатых с улицы и почему сотрудникам приюта пришлось искать всех членов необычного семейства, расскажет Наталья Змага. «Резвая пулька» играет с Надеждой, мудрой кошкой. «Да, ну дочь, а ну с хвостиком он играет, она вернее. Ну чё ты, зайка, не трогай хвостик, видишь, психует». Сейчас пятилапка живёт у амички Ольги Шугаевой на передержке. В квартире сотрудницы приюта уже три собаки, семь кошек и черепаха. Но отказать волонтёр не смогла. Двухмесячный щенок слишком мал для вольеров муниципального учреждения. С лёгкостью может прошмыгнуть сквозь решётку. Да и внимания особенному животному требуется больше. Оставить на совсем пульку волонтёр не может. Нужен хозяин. Собака родилась с отростком на одной из лап. Она на лапку не опирается. Ну то есть она как бы её поджимает. Ну как бы сказать, по моему опыту, то есть у меня вот кошка есть, тоже была, лапка гнулась у неё. Я не дала ампутировать. Всё у неё это отвердело и нормально. Я думаю, у неё то же самое. Опыт ухода за животными инвалидами у девушки есть. Черниш, например, трёхлапый. Мудрый пёс с завидным терпением и заботой отнёсся к новой жительнице квартиры. Играет с пулькой в ладушке. Ольга иногда называет пятилапую-любимицу Шивой в честь шестерукой индийской богини. Кличку Пулька щенок получил из-за места находки. Её заметили в 18-м военном городке. Несколько месяцев назад там отловили её старшего брата. Оказалось, что с каждого помёта мать приносила по одному щенку с аномалией. Сейчас она уже стерилизована и скоро её отпустят. Снежочек остался у нас, потому что у него травмируется эта лапка. В общем, мы ждём, чтобы кастрировать и лапку убрать, чтобы два раза не наркозить собаку. Мы хотим это сделать за один раз. Поэтому он у нас находится. Конечно, выпущен он не будет. Лапку мы ему уберём, приведём всё его в порядок и будем пристраивать, скорее всего. Сейчас Снежку около девяти месяцев самостоятельно ходить может, но ленится. Симулянт шутят сотрудники и носят пса на руках. Хотя, когда его отлавливали на улице, пришлось догонять. В муниципальном приюте он живёт в отдельных апартаментах, у забора с теплотрассой, вместе с особенными собаками. Зачастую у таких брошенок не врождённые патологии, а результат насилия человека. У Фени, например, кривой нос, след от жестокого удара. Ну а случай с пятилапами щенками – большая редкость. С подарком для Снежка мы, похоже, не угадали. Понюхав игрушку, он понимает, что это не лакомство, не вкусняшка и отказывается. Ну, осталось найти хозяина, этому приятному псу, который научит его понимать добро. Шансов выжить в дикой среде у таких псов нет. Если малышам не найти хозяев, то им навсегда придётся остаться в приюте. Наталья Змага, Матвей Алемский, 12 канал. Омские фонтаны заработают к майским праздникам. Стала известна дата включения всех городских сооружений. Это 1 мая. Единственное условие для запуска – благоприятная погода. За оставшееся время все 15 водных конструкций полностью подготовят к новому сезону. Чаши фонтанов очистят и проведут косметический ремонт. Кроме того, специалисты УДХБ восстанавливают стыки на облицовочном материале, а также проверяют внутреннее насосное оборудование. Работы проведены на сооружениях в сквере имени Дзержинского, на улице Спартаковская и в сквере имени 30-летия ВЛКС. Учебный год закрыли большим концертом. Творческий вечер прошёл в музыкальном училище имени Шибалина. Впервые на одной сцене выступали творческие коллективы учебного заведения, то есть не только студенты, но и школьники, которые планируют связать свою жизнь с музыкой. В калейдоскопе номеров зрители увидели выступления камерного оркестра, ансамблей скрипачей, духовых, ударных и народных инструментов, а также сольные номера вокалистов. Добавлю, что Омское музыкальное училище – одно из ведущих классических заведений в стране. Ежегодно здесь обучается около 200 студентов. При этом учебный процесс основан на индивидуальных занятиях. Высокий уровень профессионализма подтверждают многочисленные награды престижных всероссийских и областных конкурсов. В этот раз в финале концерта Гран-при Кубка губернатора по художественному творчеству вручили хоровому коллективу училища и вокалистке Марии Морозовой. Программа была выигрышная, это да. Я забываю шабалинку людей, потому что, ну, можно легко найти друзей по интересам. Прям, я встречаю много людей, с которыми мы похожи, ну, как и целями на жизнь. Много предметов, они все разносторонние, тебя разносторонние разбивают. И по итогу ты выходишь хорошим специалистом, но главное это все выдержать. Дерзко, как в 90-е, интерактивный чисто субботник 12-го канала состоится уже на этой неделе. Кипиш организуют в парке 300-летия Омска, конкретную уборку проведут пять команд. Их возглавят ведущие популярных телешоу Оксана Савочкина, Владимир Казанин, Максим Гречанин и Петр Смольников. Любители новостей смогут попасть в бригаду Константина Лондона. Оценители мощной музыки к ведущему радио «Максимум» Алексею Попову. Грабли, перчатки, мусорные мешки и аэрозоль от клещей выдадут. Создадут организаторы и настроение сопровождать уборку будут популярные хиты из 90-х. Увидят омичи и другие символы ушедшей эпохи. Малиновые пиджаки, барсетки и спортивки. Символичными будут и фотозоны с ретроавтомобилями. Для детей организуют экологические мастер-классы. А самым активным – подарки от спонсоров. Призываю всех прийти на субботник, поддержать команду «Управдома». У нас назвали домовыми, домовых. Будем с вами, как сказочные элементы, убирать. Там будут свои призы, там будет викторина и так далее. Надеюсь, погода будет замечательная. Вот как сегодня будет светить солнышко, только ветра холодного не будет. И мы свой вклад с вами внесем в очистку города. Это самое главное. Омские грации блеснули на турнире в Сочи. Бойцы универсального стиля поднялись на пьедестал в Подмосковье. Борцы классики завоевали медаль в Барнауле, а в Майкопе награды представительных соревнований примерили наши велосипедистки. Подробности узнаем у спортивного обзревателя 12 канала Алексея Адареева. В Сочи на федеральной территории «Сириус» совершились всероссийские соревнования по ходу жестыной гимнастики «Кубок Небесная Грация» Алины Кабаевой. Участие в этих стартах принимали 370 спортсменок из России и Белоруссии. По итогам стартов Амички смогли завоевать медали. Команда мастеров спорта в составе Дарьи Кеченовой, Ольги Изотовой, Алины Аверьяновой, Анастасии Белорусовой, Владиславы Корнович и Полины Соклаковой взяла серебро в групповом многоборье. Также девушки поднялись на пьедестал по итогам соревнований в отдельных видах. В упражнении с лентами и мячами Амички чемпионки, с обручами серебряные призеры. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе собрал в Барнауле 230 классиков из Алтайского и Хабаровского краев, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской и Тюменской областей, Республик Алтай и Хакасия. Обладателем бронзовой награды соревнований стал представитель Омской области Иван Курика, выступавший в весовой категории 75 килограммов. В Майкопе прошел Кубок России по велоспорту на треке среди женщин. В гонке «Скрэч» весь пьедестал почета заняли спортсменки Омской академии велоспорта. Победу одержала Дарья Степанова, серебро завоевала Мария Иванцова, бронзу – Татьяна Вальковская. Мария Иванцова стала обладательницей и еще одной награды, на этот раз золотой, в гонке с выбыванием. А днем позже, там же, в Майкопе, состоялся чемпионат России по велоспорту на шоссе среди женщин в гонке «Критериум». Серебряную награду этих соревнований завоевала Дарья Степанова. В подмосковном Домодедово состоялся международный турнир по универсальному бою. В состязаниях приняли участие спортсмены из 36 стран. Победителями соревнований в составе сборной России стали в своих весовых категориях наши земляки – Расул Акмамедов и Улан Келькиджанов, который выполнил норматив для присвоения звания мастера спорта. Бронзовые награды международных стартов выиграли Илья Покатилов и Данил Шипилов. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло Музыка мирового класса 106,2 FM в Омске Невероятные Узвинские столбы, бескрайнее Онежское озеро и живописная долина реки Чулышман. Увидеть множество и других уголков России вы сможете вместе с Макфой. Купите любимую продукцию Макфа на сумму от 150 рублей в чеке, зарегистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше трех путешествий и 800 других призов. Открывайте красоту России вместе с Макфой. Продукцию торговой марки Макфа спрашивайте в магазинах города. Брутальный внедорожник Джету Т2 в Омске. Официальный дилер Джету Альянс. Волгоградская 38, корпус 2. Альянс. Вместе в движении. Весна на максимум в санатории Евромет. Весь апрель скидка 25% на размещение в номерах категории «Делюкс». Стоимость от 3 080 рублей за человека в сутки. Телефон 33 11 44. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. И о погоде. Завтра 19 апреля в Омске переменная облачность без осадков. Ночное время плюс 12, плюс 14. Днем до 15 градусов выше нуля. В районах облачно ночью до плюс 10. Дневная температура 7-9 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин